Сегодня мы играем в оловянных солдатиков, знакомимся с воинскими традициями России и читаем монографию Колчака. Учимся основам экстремального вождения, штурмуем птичью гавань и ловим удачу за хвост. Спускаемся в подземелье дракона и устраиваем ролевые игры. Зима вот-вот закончится, а вы не успели ей насладиться? Не беда, у вас еще есть возможность все наверстать. Сделать это можно в советском парке. Сегодня я расскажу, как можно здорово провести свое свободное время в последние дни зимы. Встать на сноуборд – дело не из легких. Сначала нужно поймать баланс, а дальше – трюки. Даже со стороны они выглядят сногсшибательно. Но научиться кататься здесь может каждый. Главное – слушать инструктора и верить, что за падением последует взлет. Ну что, погнали! Насколько быстро можно научиться кататься на сноуборде? Это все зависит от, в принципе, физических данных человека, который хочет научиться. Но в среднем, как показывает наша практика, за час можно уже потихонечку начать спускаться на заднем канте, делать повороты вправо-влево. Но в среднем, чтобы более-менее начать кататься, достаточно трех-четырех занятий. Прокатился, конечно, плохо. Оля, ты готова? Но энергии получил столько, что от меня можно сейчас батарейки заряжать. Фух! Тем, кто встать на сноуборд еще не решился, зима в советском парке дарит другое улетное развлечение. Более мягкое, но не менее скоростное. Можно покататься на обычном тюбинге. Любишь кататься – люби и катайся. Саночки возить не придется. За вас это сделает подъемник. Пару минут передышки – и снова свободное скольжение и ветер в голове. В будние дни обычно работа забита. А выходные – какой, блин, не знаю, зачем на диване валяться, когда можно вот покататься. Так что, блин, и тут такой парк отгрохали. В том году такого не было. А мужчинам беспокойным снова дома не сидится. Сегодня в рубрике ТОП-3 мы расскажем, куда сходить сильной половине человечества в праздничные выходные. Рыцари прошлого одевались с иголочки. В музее воинской славы о мече показ военной моды, начиная с 16 века до наших дней. Это точные копии, созданные по архивным документам. Например, эта черкесская форма с секретом. Серебряные наконечники – не просто украшения. В них воины хранили порох. Впрочем, весь этот антураж был создан для того, чтобы показать подлинные символы славы и доблести защитников Отечества разных эпох. Среди экспонатов – награды и оружие времен Великой Отечественной войны. В истории российского государства военная тема всегда занимала одно из основных положений. Ну а чтобы знать, какой героический путь прошагали наши предки, думаю, парням нужно эту выставку посетить, посмотреть, с каким оружием ходили наши предки в бой на врага, под какими знаменами, во имя спасения которых они не жалели своей жизни. Познакомиться с символами славы и доблести, а может и вдохновиться на подвиги, можно до 10 марта. Кто из мальчишек не устраивал миниатюрные баталии? Когда-то главным героем таких битв был оловянный солдатик. А начиная с 18 века эти фигурки стали произведениями искусства. В Краеведческом музее устроили настоящий оловянный парад. Более 300 солдат выстроились в ряд. Каждый экспонат словно проводник в мировую историю. Мастера Санкт-Петербурга и Новосибирска с детальной точностью вручную изготовили костюмы, доспехи и оружие. Здесь не только русские герои, но и античные императоры, самураи и викинги. Без тени сомнений я могу сказать, что это все меня до определенной степени будоражило, потому что я тоже и был ребенком, и равнодушным к этому остаться просто невозможно. Девушки могут быть и равнодушны к подобного рода развлечениям, которые исконно все-таки мужские, потому что эти фигурки и появились в первую очередь, и как развлечение, и как средство образования среди воинов и монархов. Настоящие мужчины сделаны не только из олова и свинца. Например, фигуру Петра Первого сделали из хлебного мякиша. Пришлось отойти от канонов. Официальный масштаб 1 к 32 для царя оказался слишком мал. Окунуться в мир военно-исторической миниатюры можно до 17 мая этого года. Чтобы защитить свой дом, его нужно построить. Эрмитаж Сибирь дает возможность столкнуться лицом к лицу с местным зодчеством. 21 умский архитектор. Все они, члены Союза архитекторов России, представили публике около ста своих, как уже встроенных в городскую среду, так и пока не реализованных проектов. Этот проект будет интересен, наверное, прежде всего мужчинам, потому что так сложилось, что архитектура – это искусство мужское. Мы знаем целую плеярку величайших мастеров-архитекторов. Главным образом – это мужчины. И строительство – это вообще мужское дело. Поэтому, безусловно, мы приглашаем всех наших дорогих мужчин смотреть эту выставку, ну и, наверное, получить какие-то дополнительные знания. Омские архитекторы видят свой город просторным и светлым, с широкими проспектами и парками, со своим неповторимым историческим обликом, но в то же время современным лоском. Александр Бегун пофантазировал, как можно сохранить памятник архитектуры Омский пивзавод, вписав его в нынешнюю городскую среду. Познакомиться с застывшей музыкой омских зодчих можно до 22 марта этого года. Каждую зиму в России проходят соревнования по зимнему дрифту. В целом же дрифт – это искусство управления автомобилем в заносе. И многим может показаться, что сделать это очень просто. Я хочу опровергнуть этот миф и попробовать проехать самостоятельно. Поставил шипованную резину и заблокировал дифференциал. Теперь можно попытаться проехать квалификацию. Постоянные развороты и вылет на снежный бруствер. Так выглядел мой заезд. Но те, для кого трек уже стал заезженной территорией, говорят, что учиться управлять автомобилем в заносе обязательно нужно. Вот я раньше ездил просто как водитель, просто по дорогам. И я вообще не понимал, что такое масса автомобиля. И как она перемещается вообще в пространстве. Я сейчас езжу по дорогам, я поворачиваю, я чувствую всю массу, инерцию, как машина куда едет. И это даже для гражданской езды очень помогает. Избежать там каких-то аварийных ситуаций. Это полезно, вообще всем полезно. Это однозначно. Пилоты, которые сумели показать себя на квалификации, проходят в парные заезды. Суть такова – держаться как можно ближе к сопернику, повторять все его движения, при этом находясь в постоянном заносе, и не допускать столкновения. Тот, кто хоть немного нарушил правила, выбывает из гонки. В Омске мало проходит всяких мероприятий. Это, ну, такое, можно сказать, как развлекательное мероприятие, что можно вот развеяться, посмотреть хоть на что-то из автотематики в Омске. В дрифте часто случаются аварии. Например, в финале этих соревнований пилот ВАЗ-2104 просто вытолкнул своего оппонента с трассы. Оформлять такое ДТП, конечно, никто не будет. Участники не обижаются друг на друга, а лишь пожимают руки. Кто-то получает свои заслуженные кубки, а кто-то уходит в занос. Тренироваться и улучшать результат. Заниматься дрифтом, по факту, может любой желающий. Потому что все, что для этого нужно, это машина на заднем приводе. И скажу больше, этому обучают даже в некоторых автошколах. Поэтому, если вы вдруг хотите научиться действительно управлять своим автомобилем, то все двери для вас открыты. Что значит ехать боком? Можно ли научиться управляемому заносу? Кто участвует в соревнованиях по зимнему дрифту? И как попробовать себя в автоспорте? Об этом мы поговорили с руководителем Кубка Омской области по дрифту, чемпионом РДС Сибирь и РДС Урал, пилотом G-Energy Team Глебом Шаабом. Что здесь происходит на выходных? Что такое дрифт? Расскажи. Ну, давай начнем по порядку. Дрифт – это управляемый занос на автомобиле, у которого привод на заднюю ось, легковом автомобиле. Здесь, на мотодроме ДСАФ, мы проводим Кубок Омской области по дрифту. Также мы проводим обучение и просто тренировки. Для профи, для начинающих, все кто угодно. Некоторые люди просто хотят попробовать, как их автомобиль себя ведет на льду. Это тоже можно устроить здесь. Безопасно, без посторонних, без движения. То есть, то, что нельзя сделать в городе, как раз можно сделать здесь. То есть, дрифт – это не просто занос, это вид спорта? Это сложный вопрос на самом деле, потому что сейчас ты своим вопросом делишь на два лагеря, аудиторию. Кто-то скажет «фу-фу-фу, это не спорт», а кто-то скажет «спорт». Для меня спорт уже много лет. Дрифт – это спорт для всех или автоспорт – это все-таки не для всех? Ну, это не для всех, однозначно. Хочу сказать, что… Ну, это и не надо, чтобы это было прям для всех. Дрифт – очень крутая штука для всех водителей. Я считаю, было бы идеально, если бы сложились так возможности у каждого человека, кто ездит за рулем, у кого есть водительское удостоверение. Попробовать себя в дрифте. Не для того, чтобы стать спортсменом. Дрифт дает очень крутое понимание автомобиля. Дает инстинкты. Ты просто едешь? Не дай бог какая-то ситуация на дороге. Руки-ноги все делают сами. Машину понесло. А у тебя даже пульс не поднялся. Ты просто где-то добавил газу, подрулил и проехал эту ситуацию и забыл про нее. То есть, очень классная штука, когда ты понимаешь на уровне инстинктов, рефлексов, что сделать с автомобилем в той или иной ситуации. И дрифт – это лучший инструмент к этому. Ты сказал про два лагеря. Что за лагеря? Это те, кто катается на улицах и те, кто приезжают вот сюда. Ну, это уже тогда ты на три лагеря разделил. Кто-то катается только на специально отведенных местах. Это в основном люди, у кого есть лицензия, кому есть что терять. И кто понимает, для чего это здесь. В городе это баловство. То есть, мы все это понимаем. Ну и самое главное, что это небезопасно. То, что происходит на парковках. Ты как дрифт-тренер, как сам пилот, осуждаешь или не можешь это осудить? Слушай, это такой тяжелый вопрос. То, что они, вот те ребята, которые именно тренируются, как это будешь осуждать? Они хотят этим заниматься, но им негде. То есть, элементарно, если человек захотел подкачать себе мускулы или заняться боксом, тут проще. Ты просто пошел в школу, да, секций в городе в этом плане хватает. А по дрифту, ну, достаточно тяжело. И если хоть какая-то там малейшая поддержка этих секций есть, то у нас все на собственном энтузиазме. То есть, если, так скажем, я со своей командой просто вот скажу, а, все, терпение кончилось, да, это тащи. Больше не будем заниматься. Да, то что будет дальше? Ничего и не будет, потому что, на самом деле, организовывать мероприятие, это нужно иметь очень большой энтузиазм, очень сильно любить это дело. То есть, у нас в Омске многие люди занимаются какими-то вещами только потому, что они это просто вот выбрали, это дело по жизни. Как попасть к вам на дрифт? Очень просто. У нас есть группа, у нас есть сайт, у нас есть личные страницы организаторов. Можно написать кому угодно, сказать, ребята, хочу участвовать, мы все подскажем. Дрифт в Омске, он пока не особо популярен среди простого народа. Очень немного людей приходит на трибуны. Твое мнение, почему так и есть ли какие-то автодисциплины в Омске, в регионе, которые более популярны? Ну, по популярности у нас кросс достаточно такая хорошую популярность имеет. То есть, вот недавно были соревнования на конном ипподроме, и там были полные трибуны. Но у нас есть другая причина, почему людей мало у нас на ДСААФе. Просто многие люди не знают о том, что соревнования проходят. И мы не всегда имеем возможность проинформировать большое количество людей. Поэтому чем у нас больше будет информационных партнеров, которые просто будут людям рассказывать, что есть такие соревнования, есть такая дисциплина, приходите, вход бесплатный. Можно просто прийти, выбрать себе спортсмена, за кого поболеть, поддержать его. 1 марта будет финал Кубка Омской области по дрифту на мотодроме ДСААФ. Приедут сильнейшие дрифтеры города Омска. Надеюсь, может быть, кто-нибудь приедет иногородний. У нас такое иногда бывает. Вот у нас на позапрошлом этапе пилот с Красноярска был. С Казахстана у нас люди иногда приезжают. Приглашаем. Стать командиром армии превратится в мафиози или мифическое существо. У кого на что фантазии хватит. В клубе «Подземелье и дракон» турнир по настольным играм ко дню всех влюбленных. Молодые пары спустились в пещеру к змею, чтобы узнать, какая из них самая крепкая. Для этого влюбленным пришлось блефовать, развязывать великие битвы и наводить чары на противника. Чем больше мы уходим в интернет, тем больше мы скучаем по общению. А как можно развлекаться с тем же качеством, как ты можешь развлекаться в современных компьютерных играх, но при этом еще общаясь с живыми людьми вот так вот, с глазу на глаз, это как раз современные настольные игры. Настольные игры очень далеко ушли от того, что они были даже 10 лет назад. За это время появились игры, в том числе и с активным использованием планшетов, компьютеров, смартфонов, дополненной реальности. Ламповая атмосфера подземелья согрела в этот вечер не только влюбленные парочки. Проверить смекалку, логику и найти близких по духу людей. И одиноким сердцам добро пожаловать. У нас была такая история, когда пришла девушка одна и говорит, у меня вот нет пары, некого с собой взять, но я вот все равно пришла, можно буду играть. Мы тут на месте нашли кого-то из посетителей клуба-магазина, они поиграли и на следующий турнир они пришли уже вместе. Я уж не знаю, были там между ними какие-то взаимодействия, взаимоотношения, но на турнир они пришли вдвоем. Вечер в окружении фишек и карточек. Здесь и новички, и ярые фанаты настолок. Например, в коллекции Андрея и Анны уже более десяти игр. Это интересно. Если раньше мы просто с друзьями собирались, то теперь у нас есть еще один пункт для того, чтобы собраться, это поиграть на спорные игры. Ну и сейчас, да, у меня шкаф полностью уже практически забит этими играми. Я чувствую, что если я сейчас куплю еще какую-нибудь коробку, то мне придется еще один шкаф освобождать. В жизни партнеры, а за столом соперники. Обманывать, строить козни, просчитывать стратегию противника – все как в жизни, но только за игровым столом. Молодые пары на один вечер были не прочь примерить на себя образы воинов и показать, кто в семье главный стратег. Ну, это все зависит изначально от договоренности и от отношений. То есть, если это ролевая игра, все зависит от того, какого персонажа я отыгрываю. Если я отыгрываю аморальную личность, то я и буду вести себя аморально. В этом-то и плюс какой-то. Ну, сделать то, что я не стал бы делать в социальной жизни. Я не обижу себя. Да. Вот. Ну, потом со мной поговорят, конечно, после игры. Ну, а во время игры я буду вести себя ровно так, как требует этого мой персонаж. Начало XX века было ознаменовано значительным интересом к изучению Арктики. Тогда, в 1900 году, в экспедицию известного исследователя русской Арктики барона Эдуарда Толля был приглашен молодой лейтенант флота Александр Колчак. И конкретно в экспедиции лейтенант Колчак отвечал за картографическую часть. Спустя некоторое время Александр Колчак напишет монографию «Лед Карского и Сибирского морей». Успехи Колчака на ниве изучения Арктики были высоко отмечены императорским правительством. Александр Васильевич был награжден орденом Святого Владимира четвертой степени. Вели в команду! Птичьи гавани не птичьи трели, а галдеж болельщиков. На выходных природный парк заполнили бобры, таскающие бревна. Баннер видите сзади вас? Там бобер. Вот примерно с таким выражением лица надо выходить на трассу. Это символ. Бобер – это командный игрок. Так как гонка командная, вот и получается один за всех и все за одного. Они – экстремалы удачи. Сто мячей собрались, чтобы проверить себя на прочность. Трасса протяженностью в полкилометра с препятствиями разной сложности. Любители активного отдыха развлекаются так круглый год. Если летом спортсменов тормозят грязь и жара, то в зимнее время движения сковывают морозы-сугробы. Здесь я бегаю второй раз. В том году мы заняли второе место. В этом году, надеюсь, займем первое место. Мы стараемся во всех участвовать. И всем просто готовится эта физкультура для поднятия настроения и здоровья. Без женщин – никуда. Обязательные условия участия – в составе команды должна быть девушка. И в случае необходимости парни обязаны прийти ей на помощь. Но бывает и наоборот. Сибирячек сбить с пути не так-то просто. Они и танк по частям перетащат, и бревно на себе унесут. Все было супер. Все было супер. Была отличность. Это была разминка. Организаторы уверяют – зимний этап испытаний не требует особой подготовки. Это и веселье для компаний-друзей, и отличный тимбилдинг. Совместное прохождение испытаний сближает людей, помогает вырваться из рутины и напомнить самому себе, на что ты способен. В какие миры погружается и как проводит свое свободное время, нам рассказал народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер. Я концертный пианист. Значит, что моя жизнь посвящена музыке, публике и сидению в поездах, самолетах и отелях. Что касается моей личной жизни, конечно, семья здесь на самом первом месте. У меня есть два хобби. Мое первое хобби – это история. Древняя история, палеонтология, археология. Такая историческая аналитика. То есть я для себя провожу параллели между древней историей и современностью. Очень интересно получается. И второе хобби – я компьютерный игрок. Я не могу без них жить, потому что мне нужен какой-то виртуальный мир, который не схож с бытовым. Дело в том, что музыкант же играет не пальцами. Музыкант играет чем-то, что есть внутри. Меня спасают виртуальные миры. Я в них живу очень много лет. Такие вещи, как Skyrim, они действительно очень сильно меня выручают, потому что это виртуальный мир, который позволяет тебе жить совершенно другой жизнью. Я не знаю, как это получается. Механика мне не знакома. Но после этого тебе есть о чем рассказать. Вот это сочетание природы, семьи, исторических книг и компьютерных игр, оно дает мне возможность потом играть. Музыка. 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 Что ждет полицейского, который без памяти влюбился в преступницу? Зрителям расскажут в новой криминальной комедии «Свистуны». Фильм номинированный на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2019 в прокате с четверга. Настроится на вечную весну и долгую счастливую жизнь. А мечей зовут в пятницу, 21 февраля. На вечер посвященный самому известному панк-музыканту России, лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову. Новый год форевая устроит для своих зрителей артисты-галерки. Комедию о жизни физика-изобретателя, которому не везет с деловой хваткой, покажет в субботу, 22 февраля. Релакс-концерт с мультимедийными эффектами представят меломанам в воскресенье Омский камерный оркестр. Мелодии Баха, Шуберта и Дебюсси. Музыканты сыграют в необычной обстановке, вне сцены и в темноте. Погрузиться в воспоминания о Лете и увидеть сердце на ладони. А мечи смогут во время недели национального кино. Семь фильмов именитых польских режиссеров, в том числе Анджиа Вайде, начнут демонстрировать с понедельника. Послушать голоса эпохи перемен и проститься с иллюзиями о стране героев. Театралов приглашают во вторник актеры омской драмы. Они сыграют спектакль по повести нобелевского лауреата Светланы Алексеевич. Время – секонд-хенд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова